Переведено и озвучено каналом Translated History 7 октября 788 года Абдурахман I скончался. Он был великим правителем своего времени, хорошим полководцем и организатором, но он не смог окончательно решить вопрос престола наследования, что могло уничтожить все его труды, поскольку в Испании все еще сохранялись хоть и тлеющие, но очень опасные внутренние конфликты и противоречия. Когда возник вопрос о назначении преемника, Абдурахман после долгих колебаний выбрал Хишама, обойдя старшего сына Сулеймана и младшего Абдаллу. В момент смерти отца Хишам был наместником в Мериде, Сулейман в Толедо, а Абдалла оставался в Кордове. Сулейман и Абдалла немедленно начали военные приготовления и укрепили свои города. Хишаму, однако, удалось избежать кровопролития и достигнуть мирного соглашения со своими братьями. Им были выплачены огромные суммы. Один только Сулейман получил предположительно 60 тысяч меткалий. На эти деньги они купили себе земли в Северной Африке, после чего удалились с политической арены Андалусии. Уважаемые зрители, этот цикл видео состоит из нескольких частей, поэтому, если вы не видели предыдущие части, то переходите по ссылке в правом верхнем углу или в описании к ролику. Также, чтобы всегда быть в курсе событий нашего канала, подписывайтесь на наш телеграм и группу ВКонтакте по ссылке в описании к видео. И не забудьте поддержать это видео лайком и комментарием, а также подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Правление Хишама стало эпохой относительного мира и развития. Однако, в начале своего правления ему пришлось жестоко подавить восстание берберов в Ронде. Еще на протяжении всего своего правления он организовывал походы в Астурию и Франкию. Тем не менее, внутри Кордовского Эмирата все было спокойно. Хишам всячески поддерживал развитие поэзии, искусств и науки. Держал при дворе ученых и поэтов, собранных со всего Ближнего Востока. Он был первым правителем своего времени, который организовал систему всеобщего образования в публичных школах. Также по всей Испании развернулось масштабное строительство дорог, мостов и мечетей. Именно при Хишаме Первом было завершено строительство соборной мечети Кордовы, начатое еще при Абдарахмане Первом. Хишам умер в 796 году, передав власть своему сыну Аль-Хакаму. Но, как и в прошлый раз, да и во все последующие разы, передача власти сопровождалась мятежами и борьбой за эту власть. В этот раз вызов Аль-Хакаму бросил его дядя Сулейман и Абдаллах, сыновья его деда Абдарахмана Первого. Абдаллах даже отправил двух своих сыновей, Убаяда Аллах и Абдальмалика, ко двору Карла Великого, чтобы договориться о помощи со стороны Франкии. Тем временем Сулейман напал на Кордобу, но потерпел поражение и был отброшен обратно в Мериду, где был схвачен и казнен. Абдалла тоже ничего не добился и попал в плен, но он был помилован и остался жить под наблюдением в Валенсии. Так вот, Аль-Хакам Первый был абсолютной противоположностью своего отца. Он не соблюдал некоторых исламских обычаев, пил вино, проводил досуг в охотничьих забавах и с женщинами. В общем, он любил наслаждаться жизнью, но чего он больше всего не любил, так это бунтов и заговоров. Главным его внутренним противником была группировка факихов, которые скрыто поднимали мятежи по всей Испании. Затем они решили просто убить его и заменить двоюродным братом. Аль-Хакам узнал об этом заговоре и пригласил всех заговорщиков на пир. На него прибыло 72 заговорщика, включая их свиту. Всего, по разным оценкам, на пиршинство прибыло около 5000 человек. А теперь представьте эту сцену. Огромный банкет, лучшее вино, лучшая еда, отличная музыка. И все это для того, чтобы всех расслабить и опьянить. А затем, ближе к концу вечера, Эмир стучит вилкой по своему бокалу и говорит, Дорогие гости, я очень рад, что вы все, все до единого пришли сегодня на этот пир. И мне не придется выискивать и ловить вас всех по отдельности, ведь я знаю о вашем заговоре. Аль-Хакам поступил в лучших традициях Римской империи. Он распял всех заговорщиков, а кресты установил вдоль течения всей реки Гвалдалкивир. Всего было казнено по разным оценкам от 72 до 5000 человек. В 818 году, ближе к концу его правления, в пригороде Кордовы произошло еще одно восстание под названием Аль-Раббат, в котором все приняли участие. Мусульмане, евреи и христиане. Но есть свидетельство того, что это восстание было поднято остатками группировки факихов. Мятеж был относительно успешным, ведь бунтовщики смогли даже осадить Аль-Хакама в его собственном дворце. Но итог был прежним. Восстание было разгромлено, а более 300 бунтовщиков казнено путем того же распятия. Правда, в этот раз Аль-Хакам проявил милосердие и изгнал из Эмирата большую часть мятежников. 15 тысяч человек переселилось в Египет, и еще 8 тысяч ушло в Фес, в Марокко. А тем временем на севере, в горах Кантабрии, все еще сохранялось последнее христианское королевство Испании, которое представляло серьезную угрозу для исламского юга, особенно в периоды смуты и мятежей. Ранее мусульмане предпринимали несколько попыток окончательно завоевать Астурию, но все они закончились кровавым разгромом. Поэтому наместники отказались от идеи завоевания. Вместо этого они устраивали набеги на территории христиан. Астурийцы платили им тем же, особенно в период смуты. Так, в 740 году во время берберского восстания христианам удалось отвоевать долину реки Дуэрта и превратить ее в буферную зону между двумя королевствами. Сейчас же, когда Аль-Хакам был все время занят подавлением бесконечных восстаний, король Астурии Альфонсо II решил нанести удар. Стоит отметить, что Альфонсо был хорошим правителем и правил он полвека с 791 года по 842. За это время его земли стали убежищем для христиан со всей Испании, которые чувствовали себя преследуемыми на юге. Так вот, с 792 по 802 годы арабы каждое лето вторгались на территории Астурии, причем основная тяжесть ударов приходилась на Галисию. Для того, чтобы отражать нападение арабов, Альфонсо в 794 году обратился за помощью королю Франков, Карлу Великому, и его сыну, королю Аквитании, позже императору Людовику Благочестивому, владения которых также страдали от набегов. Благодаря этому Астурия попала под культурное, политическое и религиозное влияние Королинской империи. Карл и Людовик неоднократно вторгались в Испанию, отвоевав у арабов ряд территорий. Ощущая поддержку франков, Альфонсо и сам стал делать набеги на владение Эмирата. В 798 году он захватил Лиссабон, в 805 году разбил арабов в долине реки Писуэрги, в 816 году в Лодосе, а в 825 году у Нарона и Ансео. Во время правления Альфонсо Астурия окончательно утвердила свое владычество в Галисии, Леоне и Кастилии. К концу правления Альфонсо II границы Астурийского королевства достигли берегов реки Дуэра. Позднее Альфонсо удалось заключить с арабами перемирие, которое продлилось 15 лет. В общем, этот период стал для арабов эпохой турбулентности. Мятежи, восстания, набеги христиан сменялись успехами мусульман на севере, и грандиозным строительством и развитием ремесел. Раздробленность сменялась единством. И именно в этот период, в 822 году, главой Кордовского Эмирата становится Абдаррахман II. И снова восхождение на престол нового эмира сопровождалось восстанием его родственников. Ирония в том, что восстание снова поднял брат первого эмира, то есть двоюродный дедушка Абдаррахмана II Абдулла. Да, это был тот самый парень, который жил под домашним арестом в Валенции. Как вы понимаете, у него ничего не получилось, но ему нужно дать утешительный приз хотя бы за его старания. Позже, в 828 году и снова в 830 году, ему пришлось дважды осаждать Мериду, которая подняла восстание из-за работы христианских подстрекателей. В 837 году то же самое произошло в Толедо. В общем, первый период своего правления Абдаррахман II, как и его предшественники, бегал со своей армией из одного региона в другой и тушил кровью пожары, восстаний и мятежей. И это дало свои плоды. В Аль-Андалусии наступил период внутренней стабильности, который позволил ей расти и процветать. Разгромив всех внутренних врагов, Абдаррахман II обратил свой взор на север, на своего извечного врага Астурию и ее короля Алифонса II. И эта вечная война продолжалась с 822 года по 842, в ходе которой он смог сдержать продвижение христиан на юг. Как говорилось выше, мусульмане старались больше обороняться и совершать набеги на южной территории Астурии. Со временем это занятие превратилось в традицию, которая получила название «Летняя экспедиция». И, как вы понимаете, она проходила каждое лето. В 841 году Абдаррахман II пошел дальше и двинул свои войска во Франкию, которая теперь называлась Священной Римской империей. Армия мусульман разграбила Нарбонну и прошлась по Южной Франции. Это так впечатлило императора Людовика Благочестивого, что он был вынужден признать мощь Кордовского Эмирата. В 847 году в Реймсе был заключен мирный договор между обеими державами. И это был очень важный политический ход, поскольку благодаря этому договору Эмират был признан в качестве крупного европейского игрока. И, казалось бы, теперь настанет эпоха мира, и Эмират будет богатеть и развиваться. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. В устье Луары Гастинг и Бьерн Железнобоки собрали внушительный флот и двинулись вдоль побережья на юг. Они разграбили Астурию, находившуюся под властью христианского короляра мира I, но понесли тяжелые потери при Ла Корунье, а часть налетчиков была разбита христианами у башни Геркулеса. Затем они поплыли на юг и разорили все атлантическое побережье Кордовского Эмирата. В августе 844 года они взяли Лиссабон и грабили его на протяжении 13 дней. Глава города успел запросить помощи у эмира Абдарахмана II, который со всех уголков страны начал собирать огромное войско. Тем временем викинги покинули Лиссабон и отправились дальше на юг, совершив набеги на испанские города Кадис, Медино-Сидония и Альхисарас, а также, возможно, на контролируемый аббасидами город Ассила на территории современного Марокко. 25 сентября викинги вошли в устье реки Гвадалкивир и разбили лагерь на острове Исламэннер, который был защищен со всех сторон болотами. 29 сентября местные мусульманские силы атаковали лагерь викингов, но потерпели поражение. В первых числах октября викинги взяли Севилью. Непродолжительная осада и штурм закончились грабежами и резней. Однако цитадель осталась в руках мусульман, где смогла укрыться часть горожан. Узнав о падении Севильи, Абдаррахман II призвал ближайших наместников собрать свои силы, а сам во главе с армией двинулся навстречу врагу. Объединенная армия мусульман заняла позицию в районе Аксарафа, недалеко от Севильи. В течение последующих нескольких недель обе стороны неоднократно вступали в столкновения, которые не привели к каким-либо результатам. Наконец, 11 и 17 ноября мусульмане одержали крупную победу. Согласно мусульманским источникам, было убито от 500 до 1000 викингов и сожжено 30 кораблей. Стоит отметить, что мусульмане использовали в этом сражении греческий огонь, который метали с помощью катапульт в дракары норманов. Остатки армии викингов отступили к оставшимся судам и поплыли вниз по реке, в то время как жители окрестных деревень забрасывали их камнями. Вскоре викинги предложили обменять захваченную добычу и пленных в обмен на одежду, еду и беспрепятственный проход к морю. После этого они присоединились к остальной части флота на побережье. Затем ослабленная армада, преследуемая Абдар-Ахманом, покинула Перемейский полуостров. Город Севилья и его пригороды превратились в руины. Разрушения, причиненные налетчиками, повергли в ужас всех жителей Аль-Андалуса. Абдар-Ахман, наученный горьким опытом, принял меры для защиты от дальнейших набегов. Он основал военно-морской арсенал Дар-Аль-Сина в Севилье и построил новые стены вокруг этого города и других поселений. Кроме того, после этого рейда мусульмане развернули масштабное строительство новых кораблей и обучение морскому делу. Также эмир приказал создать сеть посыльных, чтобы быстрее получать информацию о нападении противника. Эти меры помогли эффективно отразить все последующие набеги викингов. После поражения при Севилье викинги отплыли обратно во Францию. Поражение, понесенное от мусульманской армии, временно отбило у норманов желание снова нападать на Перенейский полуостров. В следующем году викинги отправили посольство ко двору Абдаррахмана, который в ответ отправил своего поэта Яхью Ибн Аль-Хакама по прозвищу Аль-Газаль, то есть Газель, послом к норманам. Более поздние исламские источники сообщают, что некоторые из налетчиков остались и поселились в этом районе, приняли ислам и стали торговать сыром. Да, вы не ослышались, они стали делать сыр и снабжать им Кордову. Я думаю, что никто бы не смог придумать более безумного и непредсказуемого сюжета. Сотни лет назад викинги вторгаются в Испанию, мусульманские армии в суровой схватке побеждают их, сжигая множество норманов греческим огнем, а затем все эти суровые, светловолосые скандинавские воины принимают ислам, селятся в Кордовском Эмирате и становятся уважаемыми производителями молочных продуктов. Что ж, завершить этот рассказ можно только словами из фильма «Житие Брайана» от Монти Пайтонов. Блаженные сыровары. Уважаемые зрители, большое спасибо, что смотрите мой канал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и самое главное, подписываться на него, чтобы не пропустить новые видео. Также я благодарен всем тем, кто поддерживает меня донатом по ссылке в описании к видео. Еще раз большое спасибо за просмотр и вашу поддержку. Субтитры создавал DimaTorzok